МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. Я Екатерина Лысенко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Как стрелка мы назовём? Каким образом нардеп Пашинский из нападавшего хочет стать пострадавшим? С барского плеча суд обязал прокуратуру выяснить, кому и как Аваков выдавал оружие. Мусорный тур. Почему ни один из 20 городов области не желает принимать львовские отходы и куда их в итоге везти? Предвыборная Европа. На что уповают Липен с Макроном за два дня до выборов? Нардеп от Народного фронта Сергей Пашинский может получить статус потерпевшего в деле о его предновогодних огнестрельных разборках с Вячеславом Химикусом. Всё это время депутату не давал покоя статус свидетеля, которым сразу же наделила его Киевская областная прокуратура, и он настойчиво пытался его спорить. И вот Печерский райсуд удовлетворил его жалобу. Как это удалось нардепу, ранившему безоружного человека, в нашем материале? На оглашение полного текста решения в Печерский райсуд пришла только адвокат Вячеслава Химкуса. Судебное заседание, состоявшееся накануне, несколько раз переносили. То судья болел, то обвинители не являлись. Наконец, все стороны собрались. Свою жалобу на постановление Киевской области прокуратуры, где нардеп признавался свидетелем о непотерпевшем, адвокат Пашинского мотивировал тем, что заявление в полицию подал именно его подзащитный. А значит, он автоматически становится потерпевшим. Аргументы адвоката Пашинского судью, похоже, убедили. Но только незащитника Вячеслава Химкуса, который после выстрела Пашинского долгое время провел на больничной койке. Моим клиентам Химикусу Вячеславу было с причиной тяжкие телесные ухудшения. Мы получили выставку экспертизы. Это огнепальный перелом стегневой кистки. Но у Сергея Пашинского, насколько я понимаю, из подтвержденных телесных ухудшений, так называемых, это какая-то рана размером 1 мм на 3 мм. Адвокат не надав выставку судовой медической экспертизы. Впрочем, решение суда пока не обеспечивает Пашинскому статус потерпевшего. Своё слово должна ещё сказать генпрокуратура. Именно она с января проводит досудебное следствие. Аналогичное решение про скасование постановы прокуратуры Вячеслав Химикус отримал ещё в лютому. Однако с лютого по травень прокуратура не вызнает Вячеслава Химикуса, как потрапил его. Инцидент, из-за которого имя Нардепа уже 4 месяца на слуху, произошёл 31 декабря. По версии Пашинского, поздно вечером по дороге домой он едва не столкнулся с микроавтобусом, стоявшим без включённых габаритов. Началась перепалка и в итоге выстрел, говорит воздух. В ответ получил бутылкой по голове. После падения выстрелил снова, уже в ногу нападавшему. Но вот у Вячеслава Химикуса, которого ранил Пашинский, совершенно другая версия. Никакого предупредительного выстрела не было. И целился в него Нардеп стоя. Отталкиваем эту машину, ну, две полосы перетолкнули под левую обочину, там, где нет бровки. Чувствую меня стоять. Поворачиваясь на меня стволом. Ствола не было, не слышно, не пересчётки ничего. Он тупо шёл. То есть пистолет был уже заряжен? Да. Он на меня, я его всё, что я успел, когда он меня шваркнул. Стреляли сверху. Спустя пару дней после инцидента Пашинский, ничтоже сумняшись, укатил на отдых в Альпы. А спустя месяц изменил показания и признался, действительно стрелял стоя. Но при этом стал добиваться статуса потерпевшего, как у Химикуса. Впрочем, адвокат последнего говорит, даже в статусе свидетелей у Пашинского больше возможностей, чем у её подзащитного. Мы знаем про то, что был проведен следственный эксперимент с Пашинскими и с водителем автобуса. Но Химикусов на проведение следственного эксперимента не запрошивали. Он и просто не знал, если только тому, что проживают, горят. Не сообщили следователи о том, что в единую базу расследований наконец-то вынесли сведения о преступлении, совершённом нардепом. Узнали об этом Химикус и его адвокат из сообщения о Пашинского в фейсбуке. Откуда нардеп мог это знать, остаётся только догадываться. Ирина Романова, Сергей Ерёменко. Подробности в телеканал Интер. А вот законно ли глава МВД Арсен Аваков подарил Пашинскому тот пресловутый глок и не превысил ли министр служебные полномочия, так щедро раздавая наградное оружие? Теперь в этом будет разбираться генпрокуратура. Печерский райсуд столицы обязал ГПУ открыть уголовное производство. Иск подала редакция информационного агентства «Украинские новыны». Прокуратура сначала отказывалась открывать дело, тогда пришлось идти в суд. В украинских новынах выяснили, что Аваков награждал своих однопартийцев, друзей и коллег, ссылаясь на дисциплинарный устав Вооружённых сил Украины. Однако, согласно этому документу, дарить оружие может только министр обороны. Тем более, что у МВД есть свой устав, который разрешает Авакову награждать огнестрелом только руководящий состав органов внутренних дел, но никак не гражданских. Министр это проигнорировал и решил воспользоваться соседним указом, дисциплинарным уставом Вооружённых сил Украины, который действительно позволяет министру обороны награждать гражданских лиц, но не министру внутренних дел. Он превысил свою власть, свои полномочия. Закон ему не давал такого права. Всё это оружие куплено за счёт государственного бюджета. Автоматы Калашникова, бинтовки, пельмёт Максима и даже легендарный советский пистолет Марголина. Это не полный список подарков от Авакова. По его словам, за два с половиной года он раздал свыше тысячи единиц оружия. Журналисты утверждают, на самом деле более двух тысяч. Вооружены волонтёры, работники прокуратуры и почти сотня нардепов. Завалил подарками Аваков и своего однопартийца Арсения Яцунюка. У него три пистолета и пулемёт. За какие заслуги и кого именно наградил министр, полный список одаренных МВД не публикует, несмотря на решение судов. Кроме министра внутренних дел, проверить нужно его соратников и тех, кто покупал у Авакова оружие под видом наградного. Так считает народный депутат Сергей Каплин. Он уверен, что продажа стволов давно стала для главы МВД отлаженной коррупционной схемой. Разобраться с этим аттракционом невиданной пистолетно-автоматной щедрости. Каплин требует адгент прокуратуры и сам подал соответствующий иск в суд. Я в червове заявляю, что Аваков и его банда Пашинские, Рояни, Чеботарьи занимались весь этот час пребыванием на посаде рядом керма МВС торговлей и оружием. Именно через это в парламенте недостаточно подписчиков для отставки Авакова, потому что он в виде оружия давал хабар. Мы обратились так же к суду. Мы прилюдим информацию о том, кому такая оружие давала, кто стал его новым властником. И мы обратились одновременно и повторим свое вернение к Генеральной прокуратуре, к Службе безопасности Украины, с тем, чтобы расследовали каждый случай передачи или наградки такой оружием, в частности народных депутатов Украины и их друзей. Причиной взрывов на военных складах в Балаклее была диверсия. Об этом сегодня в Харькове заявил министр обороны. Степан Полторак проинспектировал и другие арсеналы в области. По его словам, уже в понедельник в Балаклее прибудут военные, которые помогут местным жителям восстанавливать дома после взрывов. А чтобы подобного не повторилось, планируют построить подземное хранилище, куда перенесут все боеприпасы. Закончится проведение остальных экспертиз, которые дадут ответ, каким образом это произошло. Або за помощью использования беспилотного летательного аппарата, або шляхом подрыва с использованием диверсионной разведывательной группы. Мы получили втрату боеприпасов, в том числе боеприпасов великого калибра. Боевики не прекращают обстрелы позиций в УСУ на Донбассе. С начала суток их зафиксировали 19. Ранения получили 11 украинских бойцов. Вопреки договоренностям о режиме тишины, противник начал использовать оружие более крупного калибра. Подробнее с линии огня Ирина Баглай. Самый большой флаг Украины в селе Зайцево водружат на передовых позициях десантникам пришлось под плотным огнем боевиков. Так болезненно наемники реагируют на украинскую символику, говорят бойцы, особенно на сине-желтый стяг. Тут такой, говорят, пуль был, что мама не горюй. То он, сами видите, он весь в дырочку весь этот самый. Еле поставили его. В округе все изрыто снарядами и минами. Вчера вечером бойцам пришлось выдержать очередной массированный обстрел. С малой промкой там вниз немножко уходит с карьера. Получается углубленный. Оттуда основном по нам закидывают. Вначале идет СПГ. Потом потихоньку мины. Покрупнее, покрупнее. Ну и наращиваются. Потом заканчиваются уже, как говорится, шлифуют стрелкотней. Цель сломить наш дух. Артиллерия боевиков начинает работать после появления вражеских беспилотников. Здесь уже сбились со счету. Столько их пролетает каждый день. Беспилотники такие, как уже мухи летают летом. То есть постоянно. Они, получается, пробивают наши позиции, где мы находимся. Где площадь какую-то, и начинают накрывать ордой. Бьют российские наемники прицельно фугасными снарядами, чтобы уничтожить блиндажи наших бойцов. Антон показывает место, куда попала мина. Ну, метров 20 вырвало с корнем. Вверх крыши закинуло дерево. На фугасной основе. Рассчитано на поражение блиндажей, скажем так. Получается, взрывная волна намного мощнее, сильнее. А вот блиндажи десантники своими руками возвели на совесть. 82 выдержат, 120 выдержат, потому что мы на достаточной глубине. Ближе к укрытию приходится держаться даже днем. Боевики применяют гранаты, которые разрываются в воздухе и пытаются накрыть осколками как можно большую площадь. При этом не обращают внимания, есть ли поблизости мирные жители. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Виктор Иотко. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. По всей стране ветераны Второй мировой, а в Украине их осталось около 60 тысяч, готовятся к 9 мая. С наступающим праздником, Днем Победы, их поздравил украинский премьер. С участниками войны Владимир Гройсман встретился сегодня в Кабмине. Он поблагодарил их за храбрость и стойкость, а также за восстановление страны после окончания Второй мировой. То, что вы создали, есть основой, фундаментом, что сколько лет руки не доходили до этих вопросов, до этих вопросов, и оно все держится на том, что вы создали. Вы, и ваши поколения, и ваши коллеги, и друзья, и сучасники ваши. Поэтому я еще раз хочу приветствовать всех с большой победой. Хочу поблагодарить нам мирного неба. И прямо накануне праздника в Харькове неизвестное сквернили братскую могилу, где похоронены маршал Бажанов и более 600 освободителей города. 9 мая здесь должны были зажечь вечный огонь. Но рабочие, которые пришли сегодня утром проверить исправность газовой системы, обнаружили, что нет ни гранитной плиты, ни звезды на памятнике. К вечеру мемориал восстановили. Акты вандализма и выходки радикалов в отношении участников войны в прошлом году были не единичным. И сейчас главное не допустить подобного на нынешних торжествах по случаю Дня Победы. Так считают оппозиционные политики, которые в канун праздника встретились с ветеранами. Облили зеленкой. У меня лицо было все. Это я впервые встретилась с таким побоищем. Тогда по факту хулиганства правоохранители завели уголовное дело. До сих пор никто не предстал перед судом. Следствие все еще продолжается. Нападавшие уверяют, что Любовь Плечко сама облила себя зеленкой. Поддержать участницу Великой Отечественной накануне праздника приехала Наталья Королевская. Такие люди, это для нас большая-большая ценность. Это люди-герои. Герои и настоящие патриоты своей страны. И то, что год назад какие-то молодчики позволили себе оскорбить этого человека облив зеленкой. Вы знаете, вот это сделало ее еще сильнее. Сейчас, когда в стране пытаются переписать историю, крайне важно поддерживать участников войны. Так считает лидер фракции оппозиционный блок Юрий Бойко. Об этом он рассказал на встрече с ветеранами, которая проходила в Киев обл. администрации. В эти дни в столицу на праздничные мероприятия приехали около полутысячи участников войны. Наша задача их поддержать. Поддержать в основном морально, поскольку люди чувствуют себя, ветераны чувствуют себя обиженными сегодня. Поскольку идут попытки со стороны власти, со стороны радикально настроенных элементов перечеркнуть историю, зачеркнуть то хорошее, что было в истории нашей страны. И вообще сказать, что они жили неправильно. В память о событиях Второй мировой и о тех, кто защищал землю от нацистов, оппозиционеры помогли отреставрировать монумент в Черновцах. На главной площади сразу после войны на постаменте установили танк, экипаж которого первым зашел в город во время освободительной операции. В канун Дня Победы боевую машину решили обновить. И сейчас она выглядит как новая. Проинспектировать работу пригласили ветеранов. И те признают, что все сделано на отлично. Приятно, что инициатива належала молодым людям. И это в том числе и депутаты областной ради, и активисты, которые не байдужи. То есть это, если взять так, вековая категория, от 21 до 35 лет. И именно они выявили эту инициативу, прошли все формальности. И это была активная работа по 24 часа на дубу. Я даже не ожидал, что так можно сделать. Очень красиво, очень хорошо и всех приятно. Очень рад тому, что наконец-то будет этот символ стоять здесь. Ветераны с нетерпением ждут праздника, ждут встречи с боевыми товарищами. И надеются, что в этом году День Победы пройдет без провокации. Андрей Кровец, Юрий Красновский, подробности телеканал Интер. 560 миллионов долларов помощи от США, Украине. Утвердил Конгресс. В новом федеральном бюджете Соединенных Штатов предусмотрена как минимум такая цифра. Законопроект еще должен подписать президент Трамп. Согласно документу, 410 миллионов выделит Госдеп, а 150 Пентагон. И именно эти средства пойдут на развитие обороны Украины. Правда, отдельным пунктом прописано, что на них нельзя закупать переносные зенитно-ракетные комплексы и вооружать батальон АЗОВ. Решение, которое изменит Америку. Американский Конгресс сделал ключевой шаг для отмены Обама-Кеа. Система здравоохранения, которую предшественник Трампа считал делом своей жизни. Что теперь изменится для американцев? Дмитрий Анопченко подробнее. Позор, как не стыдно, скандируют демонстранты, собравшиеся у боковых дверей Капитолия. Откуда выходят заседания члены Палаты представителей? Это они только что отдали голоса за решение, которое повлияет на жизнь очень многих. Отмена Обама-Керр изменит всю систему здравоохранения в Америке. За 217 человек. Всего на один голос больше минимального числа, без которого законопроект в очередной раз не прошел бы. Дональд Трамп в окружении соратников не скрывает радости и уверяет, проведет реформу здравоохранения теперь и через Сенат. Сейчас абсолютно очевидно, проект провалился. Он мертв. Если бы мы не платили огромные суммы страховым компаниям, он закончился бы мгновенно. Позитивные стороны Обама-Керр видны на примере этой клиники в глубинке, в городке Блэксвилль, где до ближайшего госпиталя сотни километров. Обама в 2010-м загорелся идеей, мол, у каждого без исключения американца должна быть страховка. Всех жителей США обязали ее купить за отсутствие штраф, за бедных полностью платит бюджет. И сюда мгновенно потянулись пациенты. Если теперь нам не увеличат финансирование, к примеру, штат не начнет компенсировать стоимость медпомощи за тех, у кого нет страховок, то мы просто не сможем продолжать им помогать. Газета «Политику» раздобыла расчеты Белого дома и выяснила, что после отмены Обама-Керр в ближайшие 10 лет 26 миллионов американцев потеряют страховки. Но у плана Обамы были недостатки. Бедные выиграли, но для тех, кто платил сам, цены выросли в три раза. А бюджетные расходы стали такими, что даже Соединенным Штатам сложно было потянуть. Надеюсь, сейчас все изменится, потому что хуже уже быть не могло. В итоге страна, как и во время выборов, опять разделена одним реформой Трампа ни к чему, для других это возможность наконец-то перестать платить за кого-то кроме себя. А значит, митинги на улицах утихнут еще не скоро. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала «Интер». Два месяца работы оперативного штаба. Десятки изъятых помп и сотни килограммов янтаря. Но работа на клондайках кипит. Люди, как и прежде, выходят добывать камень целыми селами. Продолжат наши корреспонденты. Утро в лесу неподалеку Белого озера. На работу старатели еще не вышли слишком рано. Они даже не сматывают пожарные рукава. Помпы стоят здесь стационарно. Вывести их из болота не могут и полицейские. Единственный способ борьбы с теми, кто уничтожает природу, это сломать помпы. Такую помпу придется ремонтировать. Это хоть на какое-то время остановит тех, кто с ее помощью моет янтарь. Услышав звуки в лесу, подтягиваются местные. Путь полицейской машине опять прегражден поваленными деревьями. Вход идет уже привычная для служащих оперштаба бензопила. А это уже территория заповедника Белое озеро. Ночью здесь вырыли огромную канаву, чтобы брать из нее воду и мыть янтарь. У нас есть лист на директора заповедника. Мы направили, чтобы закупать все котлованы. Сейчас мы поедем дальше, покажем, где есть котлованы и какие отверстили с водой. Они преселы. Такие канавы по всему заповеднику. А они превратили красивейшую полесскую природу вот в такие унылые пейзажи. Этот человек с очком рассказывает. Старатели уехали полчаса назад, когда в районе появились машины полицейских. Мелкий янтарь остается лежать на земле. А это поле у самого райцентра Владимирец. Не стесняясь, возле самой дороги работают старатели. Но не с помпами, а с лопатами. Копать приходится глубоко. Мы каждый день дармо кидали. Все дома, чтобы гураки мать не доставили. А там, где есть камень, то не пускают. В оперштабе не скрывают, такая борьба малоэффективна. Любая попытка изъять помпу заканчивается бунтом целых сел. Ведь стоимость одного такого аппарата от трех до семи тысяч долларов. Оксана Кундеренко, Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Под Харьковом горит один из крупных городских полигонов бытовых отходов. Пожар начался еще вчера. Огнем было охвачено 700 квадратных метров. Спасатели сначала заливали огонь водой, а затем засыпали тлеющие очаги с землей. Сложность в том, что спрессованный мусор горит на глубине до 15 метров. И добраться туда невозможно. Сейчас отходы тлеют на пяти участках полигона. А вот для пресловутого львовского мусора по-прежнему не могут найти место. Только один червоноград согласился предоставить свой полигон. Почему мэры небольших городов всячески отказываются от львовских отходов, узнавала Галина Якушко. Не меморандум, а фелькина грамота. Ни один из 20 небольших городов области не согласился подписать договор с горсоветом Львова о приеме отходов. У нас нет ни одной долготривальной угодки с полигонами, которые находятся в тех местах, которые подписали меморандум. Ситуация у нас, конечно, сложная. Мы готовы. Кошты мы предоставили в местном бюджете. 20 миллионов на помощь тем местам, которые будут работать с Львовом. Даже за миллион гривен мэр Старого Самбара, что в 100 километрах от Львова, не готов принимать мусор. Мол, полигон и так переполнен. В деловом костюме и в замшевых туфлях Игорь Трюхим ведет нас на свалку. Что это у вас за взгляд? Это мэр, это обычный. Не шкода их не снижает? Шкода, конечно, шкода. Но вы что сделаете? Деньги, которые обещает львовская мэрия, имеют целевое назначение. Их можно потратить только на трактор и ремонт 4 километров дороги, которая ведет на полигон. Но Игорь Трюхим готов отказаться и от того, и от другого. Ведь сбрасывать такое количество отходов просто некуда. Из Старого Самбара один мусоровоз приезжает сюда раз в три дня. Из Львова должен каждый день. А чтобы ни один львовский грузовик не проник на свалку, на въезде поставят шлагбаум. Поставить так шлагбаум, чтобы не был полностью обмеженный въезд, не санкционированный, чтобы не было заездов. Категорически против львовского мусора и жителей села, где находится полигон. Ну а пока только один город согласился принимать мусор из Львова. За полтора миллиона гривен в Червоноград будут доставлять 40 тонн отходов каждый день. Это также единственный город в области, который может похвастать мусоросортировочной линией. Глина и Кошкири, Голубинка. Подробности телегонал Интер Львовской области. На Волыне бунтуют селяне. В районе Ковеля они перекрыли трассу после того, как утром обнаружили на своих паях тонны отходов местного ветсанзавода. А накануне блокировали движение жителей сел, расположенных возле Луцка. Чем возмущены люди и что требуют, знают наши корреспонденты. Утром на трассе Ковель-Ягодин образовался километровый затор. Люди перекрыли дорогу. Несколько часов ходили по пешеходному переходу. Знак протеста против того, что их наделы завалены костями и тушами животных. Все эти отходы, утверждают селяне, вывезли с Ковельского ветсанзавода. Предприятие закрылось, но останки животных продолжали туда свозить. Горы костей, перья, невыносимая вонь и лающие псы. В конце апреля возмущенные жители соседних сел вышли на акцию. Пять тонн перераблял за сутки. А привозили тонн 30-35. Короче, загрузка велика, а не перерабляли, дуже мало. Тут закопают, хоронят. Это считают не завода, а скотомогильник. Всего в 400 метрах живут люди. Дети играют черепами. Он постоянно ходит, играется, принесет какой-то черепа домой, або кости. И там, около хата, играют черепами. Ну, это возможно такое, чтобы дети это присоединили. Ну, и дивиться. Директором предприятия руководства из Киева назначила жителя Донецкой области Вадима Сухоноса. Менее чем за год он наработал на два уголовных производства. Нанес экологию ущерб почти на 2 миллиона гривен. И скрылся. Это тоже Волынская область. Отстойник уже неподалеку от Луцка. Отвратительный запах, загрязненная почва и вода. Сюда стекают нечистоты, из коллекторов сбрасывают отходы предприятия. Например, цех по производству колбасных изделий. Причем остатки мяса, шкуры привозят незаконно, рассказывают люди. Это уже запах не сметя, ничего, а трупный запах. То есть химия с мясом. Это если будет жара 30 градусов, то что в распираторах ездят? Устав терпеть, жители соседних сел вышли на акцию протеста. Дети, внуки не дыхают, потому что носы закрывают. Биллионы можно постирать, потому что смерть, потом нужно еще раз пройти. Нужно что-то сделать. Люди блокировали трассу почти три часа. А в конце концов чиновники, которые приехали к протестующим, уговорили пикетчиков разойтись. И пообещали на следующей неделе выслушать все претензии. Люди же заявляют, если проблему не решат, протесты продолжатся. Ольга Иванченко, Александра Фетисова, Юрий Фетисов. Подробности, телеканал Интер, Волынская область. Полиция приостановила расследование кражи урожая у фермеров Херсонской области. Мы рассказывали о том, что возле села Рубановка неизвестные скосили и пытались вывезти пшеницу почти на 2 миллиона гривен. Почему тормозит следствие, выяснял Кирилл Ющишин. После инцидента прошел почти год, а дело не сдвинулось с мертвой точки, рассказывает фермер Петр Москалев. Тогда воров задержали с поличным, но полиция их отпустила, а потом вернула комбайн, с помощью которого злоумышленники собирали чужой урожай на поле. Я подскочил на него, остановил, спрашиваю, что вы здесь делаете. Забрал ключи, правда, я у них сразу. Вызвал своих рабочих на технике и заблокировал комбайн. Комбайн был единственным доказательством того, что пшеницу воровали, но по решению местного суда его вернули владельцу Константину Слоневскому. Он тоже фермер из соседнего района. Именно Слоневского потерпевшие считают организатором кражи. Правда, в полиции нашли другого подозреваемого. Это мошенник из Запорожья, который давно числится в розыске. По факту настоящий преступник Слоневский, который действует под покровительством оборотней в погонах. Я думаю, вот скоро снова начнется сезон сбора урожая, и он продолжит свою бандитскую деятельность. Все наши ходатайства о том, чтобы привлечь его к ответственности, игнорируется. В прокуратуре уверяют в обратном. Говорят, личность подозреваемого установили верно. Это Александр Сердюк. Потерпевший фермер уверен, урожайных воров крышуют на довольно высоком уровне, ведь убытки от кражи составили почти 2 миллиона гривен. Все так же мы получаем отписки, что якобы ведутся какие-то процессуальные действия, а именно розыск. И в связи с розыском производство по делу приостановлено. Фермеры уверены, дело просто повесили на первого попавшегося. И чтобы прошлогодняя история не повторилась, в Рубановке собираются усилить охрану, не дожидаясь помощи от правоохранителей. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности. Телеканал Интер. Херсонская область. Еще на 3% увеличил свой отрыв от Ле Пен кандидат президента Франции Эммануэль Макрон. И сейчас его рейтинг 62%. О последнем дне предвыборной гонки расскажет Елена Абрамович. Селфи рукопожатия с избирателями. Так выглядит последняя публичная прогулка перед выборами Эммануэля Макрона. А вот так встречает его соперницу Марин Ле Пен. Приятным бонусом в последний день кампании для Макрона стали результаты соцопросов. После дебатов его рейтинги улучшились. Но Ле Пен не теряет надежды. Думаю, победа находится в пределах досягаемости. СМИ делают вид, что социальный гнев не существует в нашей стране. Но это станет очевидным для всех в это воскресенье. Снизить пенсионный возраст, выдворить мигрантов и решить проблему с безработицей. Таковы обещания Ле Пен. А еще вывести страну из Евросоюза. Ее называют самой видной фигурой среди правых в Европе. Но победить националистке не удастся, убежден ее соперник. Вспомните 2002 год. Жак Ширак в первом туре набрал менее 20% и выиграл выборы с поддержкой 80%. Это классическое правило второго тура. В первом люди выбирают, а во втором ликвидируют. Приходится выбирать меньшее из двух зол, подтверждают французы. Мы, что называется, влипли. Один кандидат немного сумасшедший и даже пугает. А другой мы не уверены, что он поддерживает простых людей. Мне ни один не нравится, поэтому буду голосовать неохотно. Думаю, много французов именно в таком положении. Отдать свои голоса за Макрона избиратели призвали все остальные кандидаты. Его поддержку накануне высказались немало западных политиков. И действующий президент уверяет, Макрон победит. Миру интересно, что будет дальше с Францией. Она собирается придерживаться истории, славного прошлого или идти на дно. Я обнадеживаю коллег, и Франция подаст миру сигнал. Тем временем активисты Greenpeace вывесили на Эйфелевой башне плакат с призывом не голосовать за Лёпен. И напомнили о свободе и равенстве. Ценностях, которые страна в случае ее победы может потерять. Елена Абрамович, подробности, телеканал Интер. Партия Терезы Мэй уверенно побеждает на местных выборах в Великобритании. Правящие консерваторы могут получить 561 место в региональных органах власти. Либеристы существенно отстали, а ультраправа ЮКИП вообще пока не получают кресел. Это голосование – индикатор настроения перед выборами в парламент, назначенных на июнь. Все могут принцы даже уйти на пенсию. Супруг королевы Великобритании решил отойти от монарших обязанностей. Чем запомнится принц Филипп миру, расскажет Светлана Чернецкая. Сейчас вы увидите самого опытного открывателя мемориальных досок в действии. Эта шутка стала для него коронной. И не сосчитать, сколько памятных плит открыл за свою жизнь принц Филипп. Муж королевы Великобритании никогда не упускал возможности рассмешить публику. Очень романтический жест со стороны этой непубличной пары. Закончили? Правда, нередко его шутки на грани фола. Толерантностью и политкорректностью его высочество никогда не отличался. Группе британцев в Китае он посоветовал не задерживаться в стране, поскольку их глаза могут стать раскосыми. А 13-летнему мальчику, мечтающему полететь в космос, сказал, что нужно похудеть. Дескать, он слишком полный, чтобы стать астронавтом. Очень жаль, что вы отходите от дел. Да уж, ходить становится все сложнее. Доля правды, несомненно, есть и в этой шутке. Его высочеству в июне исполнится 96 лет, а должность главы королевской семьи предполагает множество переездов и перелетов. Принц решил, что осенью уйдет на пенсию. Принц Филипп трудолюбивый, серьезный и глубокий человек. И королева не единожды говорила, что он является ее силой и опорой все эти годы пребывания на троне. Мне кажется, люди не до конца понимали, насколько он важен для монархии. В ноябре Елизавета II, герцог Эдинбургский, отпразднует 70-ю годовщину свадьбы. Принц греческий и датский, проправник английской королевы Виктории, планировал сделать карьеру в армии, но после коронации жены посвятил себя британской монархии. До осени ничего не поменяется. Его высочество продолжит активно участвовать в жизни страны, будет появляться на официальных мероприятиях. Но с сентября станет затворниками. Большую часть времени собирается проводить в загородной резиденции в Виндзорском замке. В отличие от мужа, 91-летняя королева не может себе позволить такую роскошь, как уйти на пенсию. Ну а большинство обязанностей принца Филиппа перейдут к его старшему сыну, наследнику престола и будущему королю, принцу Чарльзу. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Больше новостей на нашем сайте. Подробности UA. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Субтитры подогнал «Симон»